Лечение, помощь, общественность, социализация и многое-многое другое сегодня. Об этом говорит весь мир в День инвалидов. И расскажет нам об этом и наш гость, который решил это утро провести в нашей компании. Сегодня с нами Елена Лось, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Крым. Доброе утро, Елена. Доброе утро, доброе утро. Итак, расскажите, в Симферополе какие-то тематические мероприятия предусмотрены? Безусловно. Сегодня мы отмечаем, сегодня международный День инвалидов. И, в общем-то, не приходится говорить, что это какой-то праздник. Это, скорее всего, день, когда мы максимально должны все-таки отдать должное лицам с ограниченными возможностями. И лишний раз наше здоровое общество обратить внимание на те проблемы, с которыми граждане с ограниченными возможностями сталкиваются каждый день. И, безусловно, уже далеко не первый год мы проводим достаточно такую большую линейку различных мероприятий, направленных на информатизацию, на максимальное информирование граждан с ограниченными возможностями о тех мерах социальной поддержки, о тех программах, которые работают на территории Республики Крым, которыми они, безусловно, могут воспользоваться. И я бы хотела также сказать немножко о цифрах. То есть если мы на сегодняшний день в рамках Российской Федерации насчитывается порядка 11 миллионов 892 тысяч граждан с ограниченными возможностями, а в Республике Крым у нас их 130 тысяч 800 человек, из них 6 818 – это дети инвалиды. И, безусловно, оставаться равнодушными к такой проблеме мы, безусловно, не можем. Поэтому достаточно много реализуется программ на территории Республики. Но основные, я хотя бы так двумя словами скажу, доступная среда, занятость инвалидов, система и развитие комплексной реабилитации. Поэтому вот всеми этими направлениями работы наше министерство занимается, совместно с нашими коллегами, Министерством здравоохранения, Министерством образования, культуры, спорта, транспорта. Потому что это те именно социально направленные работы, которые необходимы, создают которые непосредственно эти комфортные условия для наших граждан. И хотелось бы сегодня сказать о том, что буквально в 11 часов мы в музыкальном театре будем проводить торжественное мероприятие. Оно будет носить такой концертный характер. На одной сцене выступят и граждане с ограниченными возможностями, и талантливые дети. И, безусловно, мы также примем в этом активное участие. Поэтому еще раз мне хотелось бы отметить то, что это не праздник. Это в первую очередь день, который нас всех заставляет лишний раз остановиться и задуматься о том, что рядом с нами живут люди, которые нуждаются в нашей помощи. Елена Алексеевна, скажите, пожалуйста, а насколько Крым все-таки доступная среда для людей с ограниченными возможностями? Ну, мы, безусловно, немножечко отстаем от других субъектов Российской Федерации, потому что на территории нашего полуострова программа «Доступная среда» реализуется только с 2014 года. И порядка на 78 объектов социальной инфраструктуры у нас эти мероприятия реализованы. Но мы говорим о том, что эта работа должна носить широкомасштабный характер. И мы очень активно надеемся, что и в этом году еще у нас есть время. И, безусловно, в последующие годы активно включатся в эту работу и наше муниципальное образование, которые также имеют на своей территории такие программы, но они не всегда окрашены финансами. Поэтому очень хочется, чтобы все-таки этому отдавалось должное внимание. И так как у нас полуостров, который сейчас испытывает такое очень серьезное инфраструктурное переустройство, то вот здесь мне бы хотелось сделать очень отдельный акцент для тех наших застройщиков, которые вводят новые объекты в эксплуатацию. То есть законодательство уже говорит о том, что ни один новый объект не должен быть введен в работу без создания условий доступной среды. Но, к великому сожалению, мы не всегда имеем то, что бы нам хотелось и то, что требует закон. Поэтому вот тут лишний раз хочется также отметить то, чтобы это носило характер системный. И в первую очередь те подрядчики, которые осуществляют работы, они очень пристально, внимательно и ответственно относились к этой работе. Потому что максимальная наша задача – это информирование, а уже только потом применение каких-то определенных мер административного воздействия. Потому что максимальное информирование и сегодняшний наш эфир, они опять-таки направлены на то, чтобы люди понимали, что эти условия нужно создавать, что они необходимы. Причем мы же все прекрасно понимаем, любой из нас может в любой момент столкнуться с такой проблемой. И вот нам кажется, что сегодня это незначительно, а на завтра это становится жизненно необходимо. Да, а если говорить точечно и конкретно, чего не хватает на первый взгляд Симферополя? То есть для инвалидов это какие-то перила, пандусы? Ну, в первую очередь мы все прекрасно знаем, это абсолютно ни для кого не секрет. И мы, безусловно, регулярно, все время это слышим в информационном поле. Это, безусловно, доступность транспорта и доступность транспортной инфраструктуры и дорожной. То есть элементарно пандусы, элементарно совпадение непосредственно бордюрного камня, бордюра с низкопольным автобусом в случае, если он у нас есть. То есть ключевой вопрос. Да, у нас уже достаточно много сделано. И закупленные в Симферополе у нас, наверняка каждый из вас видел эти низкопольные автобусы. И очень приятно слышать приятные отзывы, когда к нам приезжают ребята на инвалидных колясках и говорят, вы представляете, я сегодня столкнулся, подъехал автобус, вышел водитель, пандус мне опустил. И это уже радость для человека. То есть мы должны вот эту радость, которую он испытал, вот однократно просто перевести в постоянный, ежедневный такой элемент нашей жизни. То есть мы все должны это делать, не только водители. Но все-таки условия доступности должны развиваться. И, конечно, это замечательно, что люди так радуются, и что водители появились, которые всегда готовы помочь, и автобусы. Тем не менее, хотелось бы, чтобы как можно меньше времени прошло, чтобы люди перестали этому удивляться, сами люди с ограниченными возможностями. То есть это должно войти в норму. Безусловно, вы абсолютно правы. То есть это, ну, понимаете, это как тот ежедневный ритуал, да, там того же, тех же дел, которые мы делаем ежедневно. То есть мы, безусловно, вот это абсолютно должно войти в нашу жизнь. И тогда это совершенно станет естественным, и никто не будет на это обращать внимания. Вот в этом сейчас основная задача. Потому что, да, очень много делается. Вводятся новые объекты здравоохранения. В рамках реконструкции объектов, которые у нас пройдут в следующем году, в рамках системы здравоохранения, безусловно, все элементы доступности будут учтены. Это в обязательном порядке. Сейчас, как я уже говорила, достаточно много сделано. Но важно, чтобы эта работа носила системный характер. Чтобы вот одно вытекало из другого. Елена Алексеевна, к сожалению, время нашей беседы строго регламентировано. Уже подходит к концу. Нашим телезрителям я хочу напомнить, что в гостях у нас была Елена Лось, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Крым. Но мы движемся дальше. И напомню, что сегодня России отмечается День памяти неизвестного солдата. И репортаж об этом сейчас и посмотрим. День памяти неизвестного солдата.